Хезир Измайлов Алексей Киселев Уральский федеральный округ Челябинская область Алексей Киселев является мастером спорта победителем первенства Европы среди юниоров 2017 года и среди юниорской 2012 Ну и также побеждал на молодежном первенстве России в городе Нальчики. Что же касается Хезира Измайлова, он как раз побеждал на 11-м международном турнире по боксу класса памяти Ахмата Кадырова. Было это в августе 2019 года. Итак, Хезир работает правосторонней стойки, Алексей левосторонней Неплохо. С правой руки пробивает Хезир Ну и достаточно много по ходу этого турнира мы уже тоже отмечали у нас пар по состоянию правши и левши. И даже правшу с правшой сейчас увидеть сложнее чем наоборот. Это правда. Хорошо, кстати, через двое не джеб Алексей Ксилев сокращал дистанцию пробил очень справа тоже ищет возможности цепляет и переходом корпус соперника и очень высокий темп взяли спортсмены сразу в состав. Да, без разведки но с другой стороны хорошо, хорошо отличная серия в исполнении Алексея здорово по туловищу Хезир отвечает в своей серии переводит туловище на голову еще раз да, причем наоборот говорят Алексею спокойнее и спокойнее а он только лишь набирает обороты переводит удары корпус-голова и обратно регулярно буквально засыпает своего оппонента этими попаданиями ну, сейчас хорошо зацепил Хезир и заставил соперника отступать но вот и отквитался Киселев тоже лево-боковой был по цели по-моему, есть рассвечение у Хезира около правого глаза возможно, мне показалось я бы хотел, чтобы это было продолжает движение вперед Измайлов неплохая двойка в исполнении Хезира и снова два в корпус третий в голову Урал-Урал боковой аферкот поддавливает вот сейчас и Измайлов тоже неплохо зацепил корпус соперника и рассечение по всей видимости действительно есть потому что серьезное покраснение и кровотечение в районе правого глаза то есть если до этого было маленькое видимо усугубилось да ну не будем забывать что Павни работает в разных стойках поэтому здесь ой-ой-ой двоечка хорошая точно попал Алексей сначала правый прямой закинул доставил соперника отступить и потом левый тоже был там аферкот стоп в красном турине готовится продолжение боя Кизир Исмайлов Северокавказский Федеральный округ Республика Кушетия боксеру 20 лет Оксан занимается 10 лет мастер спорта России ринге провел 141 125 боевых в ринге в ринге провел 4 международные встречи на месте выгни все пошел весь ударов не подходи покажи судям желание не разморился выкид на месте бери бери больше ударов больше ударов ты меня понял уклон атака повторная атака все что делаешь так получается понимаешь вот как в кросс бежишь как дал да-да-да ты давай давай дорогой давай ты можешь это сделать понял бить бить накидывать больше ударов уклон атака ну что ж прям получивали и настраивали кизируя смайлова на этот поединок ну на второй раунд вернее да ты можешь это сделать давай бей бей и атака постоянно атака на потому что все таки есть рассечение рассечения всегда так или иначе меняет свой план на бой здесь еще учитывая что челё отличная скорость не дает по себе попадать сам попадает в ответ довольно болезненно психологически нужна поддержка спортсмен хорошо кстати прикрывается алексей здорово смещается левую сторону работают серийно на сайдстепе прямой здорово попадает справа алексей еще раз на зашагивание в сторону пока что алексей перестреливает как мне кажется поет одиночный по корпусу слева и главное что особо-то не стремится бить поврежденную область его соперника просто работает по своему плану план по всей видимости это получается в том чтобы регулярно чередовать свои атаки уровень вернее своих атак потому что пока во всяком случае есть ощущение что рассечение не усугубилось на лице у Хизира вот сейчас хорошо Измайлов попал и отвечает алексей своим неплохим попаданием с правой руки полраунда позади левый сбоку все равно удары Хизира потеряли в плотности чуть-чуть он залился загрузился уже хорошо по туру еще и попадание с правой руки Хизира там тоже доводил свои удары до цели хорошо уклонился Измайлов вот мы видим команду Туральского федерального округа ну и отлично в общем-то проводит этот раунд Алексей здорово вышел из атаки дал возможности Хизиру ответить пошел назад Хизир из клинча по прямой тут же нарвался на удар справа хорошо на движении работает Алексей опять попадает он со своей сильнейшей правой руки совсем мало времени остается устал устал Хизир прям это заметно промахивается удары становятся все более размашистыми Алексей напротив сажает и сажает опять хорошо на движении на начале на начале атаки подлавливает Хизира встречает жестко лёхо ты просто красавчик будешь пить? вот здесь соглашусь не зарубайся не вставай сейчас все легко удары легкие и на ножках понял он поймает кураж через левую через левую смотри он бьет левую сильный ушел не махать еще правой сбоку нормально смотри левую сбоку заканчиваешь что же проходит попробуй поаккуратней 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 сейчас легко свободно а последнюю минуту пойдешь и подерешься сейчас подвигайся и на легкие удары понял минута останется пойдешь уже там подерешься хорошо концовочек придерживают немного придерживают Алексея они понимают что после введет бой да здесь не нужно не нахвататься чего-то лишнего не устать здесь просто просто просят подвигаться особо не лезть в размены и смотрим заключительные 3 минуты в этом поединке я чего-то не скажу что намного легче Киселев начал работать здесь по-прежнему также хорошие двойки корпус здорово проваливает да заставляет соперника мазать таким образом терять силы терять уверенность ух ты да по туловищу причем обратите внимание что Алексей Киселев старается работать больше серийно использовать повторно так и вот Кизир похоже на фоне усталости предпочитает действовать одиночными атаками в основном Алексей Алексей же вообще такое ощущение даже признаков усталости не монтрирует то есть по-прежнему очень быстр стремителен и точен ну хорошо сейчас попал в обвод перчатки правый боковой зашел у него то есть мне даже интересно а что будет через минуту когда ему вот скажу что можно идти драться то есть что он делает сейчас по сути сейчас он соперника просто обыгрывает просто растаскивает хорошо и с левой руки достал оппонента и с правой попал Кизир пытается отрабатывать по туловищу пытается поддавливать идти вперед но это скорее уже такие атаки последней надежды потому что сил не хватает тяжело апперкот заходит у Киселева и вот теперь тянет он соперника на себя но вот здесь действительно все в соответствии с рекомендациями угла просто решил подвигаться пообмануть ну потому что Измайлов настичь не может долго достаточно подходит Кизир опять открывается кровотечение на лице у Измайлова но хорошо да еще раз прямо отходит из клинча с ближней дистанции по прямой назад Кизир конечно тут же ему туда прилетает довольно плотно еще раз с левой руки попадает Алексей да и 30 секунд даже меньше уже у нас на графике 20 показывает по затылку не бей увлекся чуть-чуть по да да и главное не останавливаться то есть главное хотя бы легко но накидывать эти удары не отдавать огромнейшую инициативу которой владеет сейчас Алексей попал попал плотно и бой закончен я думаю что здесь все понятно да здесь в общем то в ряды какие то будут сюрпризы то можно уже Алексею начинать праздновать победу с 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 очень уставшим выглядит и разъем расстроена естественно он тоже все прекрасно понимает уважаемые мои господа в этом бою хорошо единогласным решением судей победу одержал боксер с синего угла Алексей Киселев 2-1 в пользу уральцев и всегда Алексей Киселев очень хороший поединок нам показал с поделом согласится с с социум идет от процедуру предпочтите в